Привет, друзья! Это канал Heavy Metal Gym. Сегодня мы с вами в зале Power Strength поговорим о жиме штанги лёжа узким хватом. Это базовое движение для вашего трицепса. Особенно это движение очень и очень важно, когда вы только на первых шагах в бодибилдинге. Сегодня мы вам расскажем о том, как нужно делать это движение, расскажем о ширине хвата, а большинство людей считают, что если это движение называется жим лёжа узким хватом, то и делают его хватом очень узким. Из-за этого проблемы с предплечьями, проблемы с плечами и, конечно же, вы не можете осилить достаточный вес, необходимый для роста, для выброса гормонов в крови. Если говорить о жимах, лёжа, неважно, узким хватом, широким, я предпочитаю использовать, как вы видите, широкую скамью для пауэрлифтинга. На ней более комфортно можно расположиться и, естественно, можно использовать более тяжёлые веса. Для начала разомнёмся. Я использую для разминки в данном упражнении пустой гриф, выполняя где-то 10 повторений. Обратите внимание на хват. Я уже говорил, что мы будем разговаривать на тему хвата, и это очень и очень важный момент. Хват должен быть чуть уже плеч или даже на уровне плеч. В основном люди используют более узкий хват. Естественно, нельзя при таком хвате использовать большие веса. Но при данном движении вы будете использовать веса практически такие же, как при жиме лёжа, широким хватом. Поменьше на 10-20% в зависимости от строения человека. Не будут у вас болеть кистевые суставы. У очень многих людей эта проблема беспокоит. Мне пишут, задают вопросы. Так вот, использование очень узкого хвата при жиме лёжа узким хватом приводит к травмам предплечий, к болезненным ощущениям. Следующее, на что нужно обращать внимание, посмотрите, куда мы опускаем штангу. Куда приходится гриф. Штанги внизу движения. Приходится он как раз таки на самый низ грудной мышцы. Даже на начало пресса. Абдоминальные мышцы. При таком опускании больше работают трицепсы. Забирая нагрузку у грудных. Также при этом движении отлично работают грудные мышцы. Посмотрите хват. Он чуть уже плеч. Но не настолько узкий, чтобы вы не могли комфортно опускать штангу вниз. Это очень важный момент. Повторюсь, обратите на это внимание и попробуйте в следующий раз, когда будете выполнять данное движение, использовать хват пошире. Ваши веса будут гораздо выше, и вас не будут беспокоить предплечье. Локти при данном движении нужно держать как можно ближе к корпусу. Веса приличные, поэтому руки вверху приходится распрямлять полностью. Но при данном движении так даже больше работает трицепс, чем если бы мы не распрямляли руки полностью в верхней позиции. Но можно и не распрямлять руки, у кого болят локтевые суставы, даже это необходимо делать. Веса на штанге, естественно, будут немножечко поменьше. Вниз вдох, вверх выдох. Ни в коем случае не отжимайте, не поднимайте таз вверх. Ни в коем случае не ставьте ноги на скамью. Это все чушь, глупости, и это приводит к травмам. Межпозвоночные грыжи появляются именно от этого. Вы не пауэрлифтер, вам не нужно вообще использовать мост. Мост – первая причина межпозвоночных грыж. Используя мост при жиме лежа, при жимах лежа узким хватом, вы нагружаете очень сильно межпозвоночные диски в районе поясницы. И это приведет обязательно к протрузии, а впоследствии и к грыжи. Никогда этого не делайте. Следите за тем, чтобы все изгибы вашего позвоночника были естественными. Продолжение следует...